Представители Белорусской Православной Церкви, известные спортсмены, а также эстрадные исполнители приняли участие в благотворительном проекте «За здоровое будущее», который состоялся в культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Минске. Специальным гостем вечера стал новосибирский священник, протеерей Александр Новопашин, для которого кино стало площадкой для проповеди. На его счету документальные картины «Перелом», «Царь болгарский», «Художественная лента», «Меня это не касается». В Минске отец Александр презентовал публике трейлер своего нового фильма «Рядом с нами». Узнать, о чем будет новая лента, на премьеру пришли и наши корреспонденты. Подробности из Минска. Социально-благотворительный проект «За здоровое будущее», направленный на укрепление традиций здорового образа жизни и привлечение внимания общества к проблемам алкоголизма и наркомании, организованной при участии Международного благотворительного фонда Юрия Розума, собрал в белорусской столице представителей церкви известных спортсменов и артистов, готовых сказать «нет» вредным привычкам и пагубному образу жизни. Помимо основных наших мероприятий, мы должны еще уделять внимание именно профилактическим проектам, социальным, где мы будем предупреждать об опасности наших талантов. Эти дети очень тонкие личности. Это личности, которые откликаются на разные веяния мира. И, конечно, к сожалению, не всегда хорошие. Поэтому вот эти искушения, как наркомания, алкоголизм, они для них представляют опасность. Во время своего выступления протерей Федор Повный напомнил слова святейшего патриарха Кирилла. Именно с молодым поколением надо связывать создание нового, здорового, православного образа жизни. Есть столько сейчас вызовов современному молодому человеку, но и столько возможностей. Давайте использовать возможности для того, чтобы быть счастливыми. Профилактикой пагубных зависимостей можно заниматься также и посредством кинематографа. Что с успехом делает новосибирский священник. Протерей Александр Новопашин, лауреат международных кинофестивалей, режиссер уже нескольких документальных и нашумевшего игрового фильма «Меня это не касается», который направлен на профилактику наркомании в молодежной среде. По мнению священнослужителя, в Беларуси делаются серьезные шаги по усилению борьбы с наркоманией. Есть реабилитационные центры у Белорусской православной церкви. Когда видишь, как человек меняется, когда он выбирается из этой наркотической ямы, создает семью, получает образование, у него это воскресение из мертвых. Интрига вечера стала премьера трейлера нового художественного фильма про Тарея Александра «Рядом с нами» о способах вербовки молодых людей в террористические организации. В числе задействованных актеров Сергей Маховиков, Юрий Назаров, Илья Любимов, Екатерина Вилкова, Елена Борзова и другие. Премьера фильма состоится в начале 2016 года. Мне хочется раскрывать интригу фильма, но это, скажем так, картина нашего современного общества через образ главного персонажа. Данная героиня, которая попадает в непростую ситуацию, фактически ее вербует в террористские и завербовали. Как это происходит? Почему это происходит? Мне бы хотелось не ответить на эти вопросы, а поразмышлять. Информационный портал Собор БАИ для православного телеканала «Союз». Собор БАИ для православного телеканала «Союз» Ой, для良 covert функцийронали самые важные именно такие важные православные развивания»